Красный цвет Красной китовой икры было в изобилии. Этой неизменной икрой окрашены не в моей только памяти первые годы революции. Это слова Льва Троцкого, большевика номер два, имевшего в США на счетах 11 миллионов долларов, а в Швейцарии 90 миллионов франков. И скромную дачу в Черкизово, где находились виллы Калинина, Свердлова и других известных большевиков. Тогда об этом, естественно, никто не знал. Правда вскрылась только лишь с открытием архивов в 90-е годы. Пролетариат, которому скармливали лживые лозунги про фабрики рабочим, а землю крестьянам, пришел бы в ужас, узнав о том, что вожди революции жили жизнью куда более роскошной, чем свергнутые ненавистные буржуи. Многие до сих пор считают, что большевики, пришедшие к власти, были людьми честными, порядочными и весьма скромными. Будто бы в тяжелые времена гражданской войны этим честнейшим людям не хватало еды. Все они жили скромно и ничем не отличались от обычных граждан. У них якобы не было никаких привилегий, и по легенде Ленин довольствовался кусочком сахара и кипяточком, а ослабевшего от недоедания Дзержинского подкармливали подчиненные. Не может быть! Серьезно! Действительно ли большевики, вылезшие из грязи в князи, захватив огромные богатства царской России, были такими уж скромнягами, неустанно пекущимися о благе угнетенного народа? Давайте-ка разбираться! Летом 1921 года журналисты Нью-Йорк Таймс провели собственное журналистское расследование. Тогда же на страницах этого авторитетного издания вышла статья о многомиллионных состояниях большевистских вождей. Позднее, в 1924-м, свое расследование проводили и сами большевики. То, что они нарыли, сами же и засекретили. После распада Советского Союза эти документы стали достоянием общественности. Скандал из-за огромных трат, которые допускались высокопоставленными большевиками, проповедовавшими социальное равенство, разразился почти 100 лет назад в тогдашней советской России. Впервые в недавно образованном государстве привилегии правителей стали предметом внутрипартийного и частично общественного обсуждения. Причем сделано это было отнюдь не из-за светлых и бескорыстных побуждений. Дело в том, что среди большевистской верхушки всегда происходила ожесточенная борьба за власть. Еще бы, победитель получал неограниченный контроль над огромными средствами государства. И поэтому, уличая других в контрреволюционной любви к роскоши, можно было, получив от этого политические дивиденды, сместить конкурентов и занять их место у кормушки. Так и случилось после смерти Ленина. После кончины вождя мирового пролетариата, председателю Реввоенсовета СССР Льву Троцкому, находившемуся на отдыхе в Сухуми, несмотря на его огромное желание прибыть на похороны и очередной блестящей речью поднять свой авторитет в партийных и беспартийных массах, очень технично помешали это сделать. А практически каждый руководитель из близкого окружения покойного вождя принялся публиковать воспоминания о том, насколько тепло относился к нему старик, как они называли Ленина. Некоторые писали о встречах и работе с Лениным вполне искренне горюя. У других же из каждой строчки сквозило, что именно он является самым достойным продолжателем дела Ильича и мог бы стать во главе партии и правительства. Партийные и советские работники не столь высокого ранга, еще с дореволюционных времен бывшие свидетелями и участниками ожесточенных сваток за лидерство в партии и госаппарате, решали совсем другую задачу. Как после битвы за ленинское наследство оказаться в стане победителей? Испытывал ли подобные колебания главный кремлевский хозяйственник, секретарь Центрального исполнительного комитета Янукидзе, который был старым другом и собутыльником Сталина, неизвестно. Но летом 1924 года он сообщил генеральному секретарю ЦК РКПБ о том, что некоторые из вождей запрашивают и получают из кассы ЦИК астрономические по тому времени суммы на лечение и отдых. К тому времени в стране скромность вождей стала считаться едва ли не постулатом, а рассказы о том, что нарком продовольствия РСФСР Цюрю попадал в голодные обмороки, знал каждый школьник. Столь же широко было известно, что коммунисты-руководители получают зарплату, ограниченную парт максимумом, что было значительно ниже, чем у технических специалистов и директоров заводов старой закалки. А если учесть еще и безработицу, борьбе с которой в тот момент не было видно конца, и мизерные зарплаты служащих, то информация о тратах на барский отдых отдельных руководящих товарищей была самым настоящим политически-убийственным компроматом во внутрипартийной борьбе за власть. Все то же происходит в России и сегодня. Разрыв между простым народом и властью огромен. Правящая верхушка в Москве и регионах купается в роскоши, пиля государственный бюджет. И когда какой-то высокий чиновник в Российской Федерации становится неугодным, его объявляют коррупционером, хотя коррупционеры там все. Сливают компроматы о его красивой жизни в СМИ и под одобрительные крики публики увольняют или сажают в тюрьму. Атмосфера тотальной лжи и лицемерия, баснословное обогащение власть имущих и мизерные крохи, достающиеся простым бесправным россиянам. Вот краткая характеристика современной Российской Федерации. Как выжить в такой обстановке простому человеку? Да и стоит ли вообще оставаться в России, если можно просто взять и уехать в нормальную цивилизованную европейскую страну, где можно дышать полной грудью, зарабатывать в разы больше и ходить по улицам без опаски? Скажете, что уехать из России сложно и нужно знание языка? Совершенно нет. Если вы живете в РФ и хотите уехать жить и работать в Европу, просто напишите Евгению Вольнову на почту вольновсобака.пранкота.ком Укажите промокод Хрендяблики и получите скидку 50 евро на эвакуацию в страну Европейского Союза. Эвакуация от Вольнова – это комплекс мероприятий по организованному вывозу населения России и его постоянному размещению в заблаговременно подготовленных безопасных районах Европейского Союза с трудоустройством, обеспечением всем необходимым, помощью в социализации, с бесплатным средним высшим образованием и легальным получением ПМЖ и гражданства. Россияне, пишите, узнавайте, спрос, как говорится, не ударит в нос. Вольновсобака.пранкота.ком Скидка 50 евро, если укажете промокод Хрендяблики Сталин, как и все другие члены политбюро ЦК РКПБ, знал о выделении неподлежащих оглашению сумм, но вряд ли был в курсе всех конкретных трат, следить за которыми было поручено старому большевику Смирнову. По всей видимости, Сталин поручил Янукидзе собрать данные обо всех выплатах по линии не только ЦИКа, но и ЦК. И вот 5 августа 1924 года кремлевский хозяйственник подготовил записку с грифом «Сов секретно, лично» и примечанием «Без номера и без копии». В распоряжении президиума в ЦИКа Союза СССР и в ЦИК имелись и имеются суммы на расходы, не подлежащие оглашению, по двум главным категориям расходов. Одна категория расходов – это расходы, связанные с лечением товарища Ленина, а затем связанные с его похоронами и сохранением его тела. Эти расходы берутся из специальных сумм, не подлежащих оглашению. Другая категория расходов – это пособия товарищам, отдельные выдачи им во время их поездок для отдыха, а также на оборудование и содержание отдельных помещений, предназначенных для отдыха этих товарищей. «Все эти суммы находятся в моем распоряжении и отпускаются по моим запискам». Проверка правильности расходования этих сумм поручена специальной комиссии, назначенной по соглашению с Политбюро под председательством товарища Смирнова. Из этих сумм получают пособия не все товарищи, а только некоторые. Кроме того, размеры пособия очень различны. Одни получают во много раз больше, чем другие. Янукидзе подчеркивал, что он лично не несет никакой ответственности за размеры выдаваемых сумм, отправляющимся на отдых, или начальнику, отвечавшего за охрану вождей спецотделения при коллегии ОГПУ Беленькому. Правил и лимитов не существовало, он просто выдавал необходимое количество денег. «При выдаче этих сумм я руководствуюсь исключительно требованиями этих товарищей, непосредственно или же через товарища Беленького». Кроме того, те же руководители получали материальную помощь и в других местах. Янукидзе писал. «Насколько я знаю, имеются еще два источника, откуда особо ответственные и нуждающиеся товарищи получают пособия ЦК и СНК по распоряжению товарища Рыкова. Ввиду крайней неравномерности распределения сумм, предназначенных на лечение товарищей, я говорю в особенности о суммах, которые находятся в моем распоряжении. Прошу вас принять меры, во-первых, для установления некоторой предельной нормы этих пособий на одно лицо, а во-вторых, считают целесообразным сосредоточение этих сумм при одном учреждении, например, при ЦК или при СНК». Формально Янукидзе просил принять перечисленные меры, поскольку может получиться недовольство среди некоторых товарищей. Но к записке был приложен список конкретных выплат, написанный, как и все наиболее конфиденциальные документы от руки. Из него следовало, что 1 августа 1923 года на лечение члена Политбюро и председателя исполкома Коммунистического интернационала Зиновьева было выделено 10 990 рублей. Для сравнения, низовые советские работники получали 8 12 рублей в месяц. А для оборудования помещений, где жили Троцкий и Зиновьев, еще 10 430 рублей. Троцкому, кроме того, выдали 2 500 рублей. Для сравнения, Сталин получал на отдых 1640 рублей, а член Политбюро и председатель Совета труда и обороны Каменев – 1250. В 1924 году Зиновьеву выдали 10 000 рублей, Каменеву выдали в общей сложности 4450 рублей из ЦИКа и 1000 рублей из ЦК. «Это не полное сведение», – писал Янукидзе. Кроме того, деньги выдаются и товарищам Рыковым, и сумм СНК. Сталин мастерски распорядился полученным компроматом. Суммы выплат, как следовало из его письма Молотову, стали достоянием общественности, а сам он узнал обо всей ситуации с неподлежащими оглашению выплатами якобы случайно и от Беленького. Сталин писал 15 сентября 1924 года. «Я узнал вчера от Беленького из ГПУ, что на уходящих в отпуск Сталина Дзержинского, Янукидзе, Аванесова и Лошевича отпущено ему секретарем ЦИК Янукидзе 5000 рублей. На мое заявление о ненужности такой большой суммы Беленький ответил, что эти деньги составляют секретные суммы, данные ему под отчет, и они целиком должно быть не будут израсходованы. Меня поразило, что все это дело считается почему-то секретным, хотя тут нет ничего секретного, не только потому, что скрывать тут нечего, но и потому, что об этих суммах говорят теперь на всех перекрестках». Сталин явно кривил душой ради получения политических дивидендов, показная скромность помогла ему добиваться своих целей. Позиции его соперников были подорваны, а сам он регулярно демонстрировал напускную личную скромность, понимая, какую силу имеет это оружие в стране постоянного дефицита всего и вся, хотя скромностью там на самом деле и не пахло. Кстати, на нашем канале есть отдельный выпуск, посвященный шикарной жизни вождя народов. Он называется «Миф о скромной жизни Сталина». Ссылка будет в конце этого видео и в его описании. Также, уважаемые друзья, просьба поддержать наш канал на Патреон, где мы выкладываем ролики до официальных премьер, а также специально для патронов делаем отдельные выпуски, которые больше нигде не публикуются. Ссылка на Патреон в подсказке, описании и первом комментарии. Кроме кавказских и крымских курортов, вожди регулярно отдыхали и за границей, особенно в дружественной им Веймарской Германии и русскоязычной Латвии. Так, в 1924 году Рыков получил на эти цели 3000 долларов, примерно 45 тысяч современных. Секретарь ЦК Молотов – 1213 долларов, это под 20 тысяч современных. Председатель Госплана Цюрюпа – 977 долларов, это около 15 тысяч современных. А в 1922 году зампред Высшего Совета Народного Хозяйства Смилга израсходовал во время лечения за границей около 2000 золотых рублей. Это невероятная сумма – около 100 тысяч современных долларов, на которые не смог предоставить подтверждающих документов. В объяснительной записке в ЦК он признал, что часть денег ушла на одежду, а также мелкие расходы в виде ресторанов, такси, театров и так далее. Американский журналист Джон Рид, автор книги об Октябрьской революции «Десять дней, которые потрясли мир», писал, что в Смольном еще до Октябрьского переворота появилась отдельная столовая для членов ЦИК. Там отпускали хлеб с маслом и неограниченное количество стаканов чая, что бы это ни значило. Сразу после переезда правительства из Петрограда в Москву в марте 1918 года в Кремле открылась спецстоловая. 29 мая управляющий канцелярией Совнаркома Комаринцев писал в Московский городской продовольственный комитет. «Представляется крайне важным предоставить в распоряжение столовой при совете известное количество ветчины, птицы, консервов мясных, сыра». Кстати, кто-то когда-нибудь задумывался, почему Троцкому дали уйти за границу поездом? Он же мог сбежать на самолете или в купе с саквояжем в руках. Ответ прост. Ему нужны были вагоны для антиквариата и прочего добра. Сложно сказать о количестве миллионов на счетах всех лидеров революции в сказочной Швейцарии, которая тогда мало чем отличалась от офшора. Разве что повышенной комфортностью, пониженным контролем извне и надежностью вкладов? Сложно сказать и о количестве килограммов драгоценных камней в личных сейфах большевиков, но можно сказать лишь одно. В 1921-1922 году в Южноафриканском Союзе добыча алмазов стала попросту невыгодной. А все потому, что из России хлынула лавина бриллиантов, а сами они продавались по смехотворным ценам. Кто на этом зарабатывал и у кого в карманах оседали эти деньги, совершенно понятно. Главный чекист Феликс Эдмундович Дзержинский жил в особняке золотопромышленника Стахеева, украшенном итальянским мрамором и яшмой. К его услугам был личный коттедж в Крыму, знаменитый дворец князей Юсуповых. Железный Феликс там оборудовал даже бункер. А все потому, что он чрезмерно осторожничал и боялся покушений. Еще одна скромненькая дача Дзержинского была в подмосковном Любаново. Это бывший особняк помещика Шлиппе. В Звенигородской волости еще особняк – это бывшая усадьба нефтяного магната Зубалова. Позднее ее переименовали в Горки-9. На швейцарских счетах Феликса было 80 миллионов франков. Кстати, столько же и у главы исполкома Коминтерна Зиновьева. Меню Дзержинского, составленное диетологами, включало много изысканных и труднопроизносимых блюд для простого обывателя тех лет. Да, и вряд ли простые люди могли о них слышать. А вот пример того, чем он питался. И это в то время, когда от голода умирали миллионы рабочих и крестьян. Понедельник – консомей с дичи, лососина свежая, цветная капуста по-польски. Вторник – солянка грибная, котлеты телячьи, шпинат с яйцом. Среда – суп-пюре из спаржи, говядина булли, брюссельская капуста. Четверг – уха боярская, стерлядка паровая, зелень, горошек. Пятница – пюре из цветной капусты, осетрина, бобы, метродотель. Суббота – уха из стерлядей, индейка с соленьем, моченые яблоки, вишня слива, грибы в сметане. Воскресенье – суп из свежих шампиньонов, цыпленок-маренго, спаржа. В распоряжении председателя ВЧК имелись три квартиры, одна из них в Кремле и три подмосковные дачи. В сентябре 1918 года он провел отпуск в Швейцарии. Дзержинский писал оттуда секретарю. «Мне нужен шкаф библиотека. Достаньте, платить мне не удастся. Поэтому за казенный счет». А вел ли скромную жизнь главный большевик и идеолог мировой революции? 25 октября 1918 года Ленин, женой Надеждой Крупской и сестрой Марией, впервые прибыл в приготовленную для него усадьбу бывшего московского градоначальника Рейнбота в Горках, ставшую первой в стране государственной дачей. Крупская в воспоминаниях писала, что они чувствовали себя неловко среди роскоши и не знали, куда сунуться в покоях Рейнбота. Ну да, ну да, скромничали. Однако от особняка не отказались и обстановку менять не стали. Ленин, кроме того, пользовался еще и дачей в Корзинкино, которая сейчас находится в черте Москвы. Выглядела дача так. Старую усадьбу пересекает аллея столетних лип, бревенчатый старый барский дом с балконами, богатой затейливой резьбой по карнизам. Внутри большой зал высотой в два этажа. А в швейцарских банках на имя Ленина лежали депозиты на сумму 75 миллионов франков. Только в ноябре 1920 года со складов в ЦИКа семье Ленина были отпущены 24,5 килограмма мяса, 2 килограмма черной икры, 7 килограмм сыра, ну и по мелочи. Весной 1922 года в гараже Ленина, состоявшем, по его словам, под сугубым надзором ГПУ, находилось 6 машин, в том числе Роллс-Ройс. 14 июня 1920 года были введены совнаркомовские продовольственные пайки для особо ответственных и совершенно незаменимых работников. Пайки, называющиеся впоследствии кремлевскими, просуществовали до распада СССР. Количество их неоднократно увеличивалось, а содержание расширялось и разнообразилось. Сначала количество получателей было определено в 2000, но поскольку такая же численность продуктов причиталась каждому члену их семей, фактически выдавалось более 10 тысяч пайков. Они включали 12 наименований продуктов, в том числе 4 килограмма мяса и 4 килограмма рыбы в месяц, а также папиросы и спички. Комиссия ЦК РКПБ и ФЦИК во главе с Мурановым в феврале 1921 года установила, что 58 руководителей, живших в Кремле, практически все имели прислугу. А Цюрупа и Луначарский ежедневно брали в спецстоловой по 7 обедов. 22 июля 1921 года Ленин распорядился. Поручить наркомату продовольствия устроить особую лавку, склад для продажи продуктов и других вещей иностранцам и коминтехновским приезжим. 31 января 1924 года после смерти Ленина Ворошилов сделал на пленуме ЦК доклад о здоровье партверхушки. В результате была создана спецмедицина, лечца Нупр Кремля, впоследствии 4-е главное управление Минздрава СССР. А двумя годами ранее, в мае 1922 года, Ленин писал Сталину. Не пора ли основать один-два образцовых санатория не ближе 600 верст от Москвы? Потратить на это золото тратим же и будем долго тратить на неизбежные поездки в Германию. Невестка Каменева Галина Кравченко вспоминала. Вышла я замуж в июне 1929 года. Сказочная жизнь, сказочная. Квартира на Манежной площади, 6 комнат. Я ездила за обедами, везли в сутках, не остывала. Это же близко от Кремля. А машине нашей везде зеленый свет. Обеды были на двоих, но 9 человек были сыты этими обедами. К обедам давалось всегда полкило масла и полкило черной икры. Можно было взять гастрономию, сладости, спиртное. Вот такие рыбины, чудные отбивные. Осенью 1932 года, в разгар искусственно созданного большевиками Голодомора, в распределителе в доме на набережной прикрепленные лица ежемесячно получали по 4 килограмма мяса, 4 килограмма колбасы и ветчины, килограмм икры. В сентябре для питания делегата в плену МАЦК были затребованы 10 тонн мясных деликатесов. 4 тонны рыбы, 600 килограммов сыра, 300 килограммов икры, всего 93 наименования продуктов. Самое страшное, если вы вдруг почувствуете жалость и потеряете твердость. Вы должны научиться есть, даже если все кругом будут умирать от голода. Так говорилось в секретной инструкции ЦК работникам райкомов в зоне бедствия. В сентябре 1933 года, находившийся на отдыхе в Сочи Сталин, отправил в Москву телеграмму. Считаем, что впредь машины Рольс-Ройс не следует импортировать, купить за границей 4 критых лимузин, 6 местных машин системы Кадильяк, так было написано в тексте, и 8 штук открытых 6 местных паккардов выпуска 1933 года. С полным комплектом запасных частей и запасных частей для существующего парка Рольс-Ройс. Отпустить на расходы 100 тысяч рублей в инвалюте. Вопреки легенде, любимый паккард Сталина не являлся подарком Франклина Рузвельта, а был приобретен в США за деньги. Постановление СНК, СССР и ЦК ВКПБ о дачах ответственных работников от 3 февраля 1938 года установило размер дач для руководящих работников в 7-8 комнат для семейных и в 4-5 комнат для несемейных. Недавно арестованные враги народа осуждались за то, что понастроили себе грандиозные дачи-дворцы в 15-20 и больше комнат. Говорят, что Сталин скромно одевался и не окружал себя помпезной роскошью, не то что капиталисты и миллионеры. А могли ли последние пользоваться всеми теми благами, которыми пользовался новоиспеченный вождь? В его распоряжении находилось свыше 10 дач, большинство из которых он никогда не посещал. Но полный штат обслуги и охраны годами содержал их так, чтобы хозяин мог появиться в любой момент. На юг Сталин отправлялся двумя поездами, а когда однажды забыл на Кавказской даче любимые комнатные тапочки, в Москву отправили самолет, чтобы они уже ждали своего владельца по прибытии. Дочь Сталина, Аллилуева, свидетельствовала в воспоминаниях. К столу везли рыбу из специальных прудов, фазанов и барашков из специальных питомников, грузинское вино специального разлива, свежие фрукты доставлялись с юга самолетом. Сами пиршества были продолжительными. Потом по команде Сталина остатки еды вместе с дорогой посудой сворачивались в скатерть и выбрасывались, после чего все начиналось сначала. Начальник охраны Власик распоряжался миллионами от его имени. Официальная зарплата Сталина составляла 10 тысяч рублей в месяц, в 20 раз выше среднего заработка рабочего, плюс гонорары за книги, при том, что тратить их ему было некуда. У него и так все было. По словам Аллилуева, ящики письменного стола на ближней даче были полны запечатанных пакетов с деньгами. После смерти вождя там оказалось свыше трех с половиной миллионов рублей. Возможно, не так уж и отвратительно то, что проживали большевики в отжатых дворцах, сладко ели-пили из награбленной серебряной и хрустальной посуды, роскошно отдыхали и лечились за границей. И не столько тот факт, что вывозили они из разграбленной страны капитал сотнями миллионов на тот случай, если вдруг придется покидать страну, погрязшую войне. Отвратителен факт, что тысячи прикормленных режимом историков, писателей и журналистов занимались сочинением циничной лжи о якобы моральной чистоте большевиков, которые были людьми якобы скромными и простыми. Так, в результате этого отвратительного вранья, написанного советскими историками по вызову, получилось, например, что Железный Феликс скончался то ли от туберкулеза, то ли от инфаркта, хотя доподлинно известно, что Дзержинский был наркоманом, который отошел в мир иной от передозировки. Еще об одном герое Якове Свердлове писали, что он скончался якобы от испанки. А что произошло на самом деле? Его отравили по приказу Ленина за то, что тот организовал покушение на вождя мирового пролетариата. Для этого использовали в темную всем известную фанни Каплан. Кстати, в сейфе Свердлова совсем не случайно лежали пачки валюты, бриллианты, золото и иностранные паспорта. И это при той системе, которая обеспечивала большевиков всем необходимым для жизни – пайками, рублями и множеством привилегий. Вся, абсолютно вся так называемая история большевизма, а потом и коммунизма, жизнеописание их якобы скромного властвования является ничем иным, как сплошной и омерзительной ложью. И в этом нет ничего нового. Большевикам не пришлось изобретать велосипед. Этим же путем шли российские царственные особы, начиная с Петра. Это именно он в октябре 1721 года решил переименовать Московию в Российскую империю. Но у Великой империи должна быть Великая история. А где же ее взять? И тут не придумали ничего нового. Они просто где-то украли, а где-то просто дописали или придумали свою Великую историю. И приглашенные во времена Екатерины Второй из Германии историки им в этом очень сильно помогли. Начался период систематического вранья и переписывания истории. Сейчас, однако, в странах бывшего СССР ее возвращают к истокам. И современным большевикам Великой смех державы это ой как не нравится. Они предпринимают самые разные, порой агрессивные действия. Всеми силами и средствами они пытаются не допустить переписывания истории. Той истории, которая выгодна современной российской власти. А для чего ей это нужно? А все для того, чтобы удерживать население своей страны в полном неведении. Ведь невеждами так легко манипулировать и делать из них пушечное мясо. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также поддерживайте автора на Патреон, где можно смотреть дополнительные видео, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Субтитры подогнал «Симон»!